В эфире совместный проект Радио Крым Реалии и Первого канала Украинского радио. Итак, здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Вас приветствует Радио Крым Реалии. Сегодня голосом Сергея Макрушина. Напомню, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8,35 и 13,10, если вы находитесь на Крымском полуострове в 7,35 и 12,10 на материковой части Украины. На частоте 105,9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Также напомню, что каждый наш радиослушатель может принять участие в прямом эфире. Мы рады слышать все мнения. Если вы находитесь на территории Крымского полуострова, звоните нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатные. Жители материковой части Украины могут позвонить нам по номеру 044 490 29 05. Тема дня Сегодня мы поговорим о скандале, который разгорелся вокруг высказывания настоятеля Киево-Печерской лавры Павла о принадлежности Крымского полуострова. Что же он сказал? На самом деле, как сегодня работает Украинская Православная Церковь Московского Патриархата на полуострове, в каких случаях духовные вопросы переходят в политические, что с этим делать? Все это мы обсудим ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами. Крым в центре внимания Заявление настоятеля Киево-Печерской лавры Владыки Павла вызвали бурную общественную реакцию. 8 января активист Евгений Карась разместил видео, где около 30 людей, участников националистической организации С-14, перекрыли один из въездов на территорию Киево-Печерской лавры. Они размахивали фаерами и транспарантами с лозунгом «ФСБ, гэдз лавры» и долой коллаборационистов из святилища. Активисты хотели получить объяснение от Владыки Павла. Ранее появилась информация о неоднозначной позиции священника по поводу статуса аннексированного полуострова и нынешней ситуации на востоке Украины. Во время акции протеста Владыка Павел отметил, ему не за что стыдиться и снова двойственно высказался о Крыме. Я думаю, что это незаконно было сделано в свой час Сталином, а сегодня не нужно было. Что самое было сделано Сталином? Вы историю знаете. Что самое было сделано Сталином? Слухай, слушай сюда. Уточните, будь ласка. А ты знаешь историю, что Крым никогда не был украинским? Вы считаете, что Крым не украинский? Украинский был я и буду. Ставрополь украинский. На уточнение, что передача Крыма была проведена при правлении Никиты Хрущева, Владыка Павел продолжал настаивать, что это произошло при Иосифе Сталине. В ходе словесной перепалки о влиянии московского патриархата на украинских прихожан Владыка Павел также заявил, что такого патриархата на территории Украины не существует вообще. По его словам, есть исключительно русская православная церковь. Крым в центре внимания. Итак, продолжаем эфир. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору. Если вы слушаете нас на территории Крымского полуострова, звоните нам по номеру 8 800 10 06 926. Звонки бесплатны. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 29 05. И возвращаясь к ситуации, которую мы сегодня обсуждаем, радио Крымреали обратилось за разъяснением в пресс-службу самого наместника Киево-Печерской лавры Павла. Официальные представители наместника Павла отказались комментировать сложившуюся ситуацию, но согласился озвучить позицию Николай Данилевич, протеарей, заместитель руководителя отдела внешних церковных связей УПЦ. Николай, здравствуйте. Итак, разъясните, пожалуйста, слова наместника лавры Павла о принадлежности Крыма. Значит, то, что было сказано о лавры Павле, во-первых, это было сказано в пылу разговора, в пылу, скажем, спора, и видео об этом есть в интернете. Я советую обратиться и послушать само видео, начиная особенно с 5 минуты 20 секунды по 5 минуту 53 секунду. Вот это сначала сказал кому-то, ты знаешь, что, значит, Крым исторически не был украинским, и потом, буквально через несколько секунд, на 5 минуте 53 секунды, он сказал в ответ кому-то, кто сказал, кто спросил, так Крым не украинский, правильно? А он сказал, Крым был, есть и будет украинским. И даже добавил Ставрополь украинский. Пожалуйста. Поэтому то, что сейчас продуцирует в плане, скажем, передергивания слов наместника, это наместника лавры, это элемент как фейсов, так и элемент определенной, скажем, такой информационной кампании. Поэтому Владыка Павел не говорил, что Крым неукраинский, в том смысле, он сказал, что Крым украинский, но те слова, которые были сказаны им, что Крым исторически не был украинским, это действительно так, потому что Крым был греческим, крымско-татарским, русским. И только с 1954 года он стал украинским. Наша Украинская православная церковь считает Крым территорией Украины, и наши епархии в Крыму остаются в подчинении Украинской православной церкви, и они руководятся из Киева, не из Москвы. — Благодарю за комментарии. Напоминаю, что это был комментарий Николая Данилевича, протеерея, заместителя руководителя отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви. Мы, когда договаривались в комментарии, достигли такого соглашения, что будет озвучен ответ на этот вопрос. Тем не менее, если представители УПЦ захотят включиться в наш разговор далее, мы предоставляем такую возможность, равно как и каждому нашему радиослушателю. И один из наших радиослушателей с нами на связи. Здравствуйте, говорите. — Здравствуйте. Я хотел бы порекомендовать о Крыме вообще забыть. Ну и считаю, что в ближайшем будущем укроподонки полностью обанкротятся. — Так, все, у нас язык ненависти неприемлем в эфире радио Крым Реалии. Конечно, я благодарю вас за звонок, но подбирайте, пожалуйста, слова. Я напомню номер телефона. 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот номер бесплатно. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 29 05. Итак, напомню, что обсуждаем мы сегодня в эфире скандал, который разгорелся после опубликованного видео активистом организации СИ-14, когда было пикетирование Киево-Печерской лавры. И вот Владыка Павел в одном видео сделал, получается, два противоречащих друг другу в каком-то смысле заявления, не говоря уже об исторических неточностях. Но вот мы послушали позицию Николая Данилевича, протеерея, заместителя руководителя отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви. Теперь переходим к разговору с отцом Яковом Кротовым, священником Харьковско-Полтавской епархии Украинской Автокефальной Православной Церкви. Отец Яков, здравствуйте. Итак, по вашему мнению, какая позиция Украинской Православной Церкви, от московского патриархата, да, в данном случае мы об этом говорим. Какие слова Владыки Павла можно считать позицией УПЦ? Первый, который он сказал, вот в пылу, да, как нам поясняют представители УПЦ, либо потом уже, когда он сказал, что Крым был, есть и будет украинским. Также причислил к украинским землям еще и Ставрополь. Да, добрый день. Тысяча извинений я должен добавить, что я священник Харьковской Церкви обновленный, потому что из-за всех... Да, извините, мы поправимся, да, спасибо. Ну, ничего, это мелочь, она совсем такая маленькая, но зато хорошая. Вы понимаете, я скажу больше как историк, контекст довольно сложный, ведь Украина не единственная жертва российской агрессии. И подобный же конфликт образовывался в Абхазии, которая часть Грузии, соответственно, в Абхазии очень немного, естественно, православных, но все-таки есть. И после завоевания Абхазии, значит, 2008 год, очень активно обсуждался вопрос, уйдут ли Абхазские православные под эмофор Москвы. И Москва подчеркнула, что нет, не уйдут. Пока ограничилось тем, что у них есть подворье, совсем рядом с администрацией президента Кремля на площади Ногина в Москве. Это один вопрос. И я думаю, что с Крымом, в принципе, позиция, насколько я понимаю, она примерно такая же. Но есть еще один момент. Второй. Ведь юридически, канонически, с точки зрения церковного права, все-таки украинская церковь – это часть московской патриархии. Это часть, которой предоставлены очень широкие полномочия, но все-таки это ее часть. И в этом смысле, ну, как бы сказать, есть войска российские в Крыму, нет ли, есть ли российские войска в Киеве, нет ли. Все равно это часть московской патриархии. Собственно, что дебатируется? Это как бы нулевой вопрос. Прошу прощения, я вас перебью. Вас в нашем эфире сейчас немного потеснят наши радиослушатели. У нас большой интерес вызывает эта тема. Давайте послушаем, что же они хотят сказать и продолжим разговор. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Это из Крыма, Владимир. Тема, да, действительно очень интересная. Ну вот, я так считаю. Значит, а в чем не прав Владыка Павел? Дело в том, что о статусе Крыма. Крым 250 лет был в России с 1783 года, с апреля. А в составе Украины, Украинской ССР, он был лишь 60 лет. В 1953 году, значит, самодур Хрущев незаконно, ни с кем не советую, оторвал Крым от России. Да, мы слышали много разных оценок этого решения Никиты Хрущева, но ведь мы живем в настоящем времени. И в настоящем времени Крым по украинскому и международному законодательству неотъемлемая часть Украины. Вопрос в этом. Я как выступал, Филаред. И хочу вам сказать, я дуже перепрошу, если я трошечки больше времени займу, хочу сформулировать думку правильно, потому что я очень хвилюю себя. В этих перепалках про политику мы забыли про саму веру и самого Бога. Мы думаем сейчас, в каком мы патрархате, куда мы и как мы рухаемся в политическом плане. Схаменимыся люди и подумаем, куда мы рухаемся в плане спасения души. Я хожу до церкви в селе, в простом, в селе Черкасской области Жашківского района. Церква наша, как вы поясните, подпорядкована, как там у вас, зверху називаются, Московскому патрархату. Та ни про який патрархат у нас не згадується у церкви, крім того, що у литургійної молитві згадується один раз чи двічі ім'я Кирила. Більше ніяк нічого не згадується. Священник допомагає у зону АТО, чим може, ми чим можемо допомагаємо. По-українськи йдуть проповіді. Священник наш вивчився. Я їжджу до Почаївської лаври. Усі служби, усі проповіді, усе про спасение души йде. Я знаю дуже гарно, як можуть журналісти пересмикувати, виривати з тексту ті слова, які вигідно комусь почути. Я вас прошу дуже, згадайте про свою душу кожен і подумайте, де ви будете після того лукавства, яке звучить в ефірі. Я дуже прошу, щоб кожен подумав особисто про свою душу і зразу все встане на свої місця. Усе лукавство відпаде. Дякую за вашу думку. До теми лукавства ми ще повернемося у нашому ефірі. Напомню, що з нами на связі отець Яков Кротов, священник Харківсько-Полтавської епархії Української автокефальної обновленої церкви. Отець Яков, прокомментируйте, пожалуйста, звонки. У нас просто ще на очереді є слушатели. І вернемся к звонкам далі. Говорите. Да, я понимаю. Вопрос о лукавстве. Вся эта история началась з того, насколько я понимаю, пикетировання лавры, що священник Московської патриархії відказався відпівати рівня, трещеного в Київській патриархії. Вот этому священнику наша слушательниця должна було би сказати, що треба думати о спасенні души, а не о канонах, не о том, у кого действительно таинство, у кого недействительно. Этот священник совершил недопустимое. Причем он совершил недопустимое с точки зрения Московской патриархії. Потому что, ну, в общем, действительность таинства, таинства Київського патриархата, я думаю, что патриарх Кирилл в них не сомневается. Значит, надо подниматься выше, чем вот эти вот крышкотворства. Вот. И мы отлично знаем, что в течение 70 лет Московская патриархія отрицала действительность таинств Карловацкой церкви, эмигрантской, так называемой, белой эмигрантской. И говорила, что все эти врангели и колчаки, они создали антихристову церковь. Там не священники вообще. Что украинская автокефальная церковь в США – это сборище просто вот людей, которые в церкви отношения не имеют. А потом в один момент КГБ дал им другой приказ, и они признали, что это нормальная церковь, таинство действительно. Никого не перерукополагали. Значит, вот спасение души, как должно быть. Но, в принципе, надо различать спасение своей души от религиозного эгоизма. Потому что сатана действует именно так. Он шепчет, ну что ты будешь про политику рассуждать? Поставь свечку и все. А потом в тебя попадает снаряд или в твоего ближнего. Поэтому спасение души заключается не в том, чтобы опуститься, как премудрый пескарь, в какую-то ямку, а в том, чтобы подняться и увидеть страдания, и проблемы за много, может быть, километров от тебя, и вступиться за тех страдающих людей. Благодарю. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. У вас будет возможность ответить на еще один звонок от нашего радиослушателя. Здравствуйте. Вы в эфире. Говорите. Алло. Доброе утро. Слава Иисусу Христову. Я вам скажу, что тот провокатор Владимир, который постоянно, вот я слушаю его от Крымской ради, Крым Реали, он все время выступает. И какой-то описательный какой-то пакост сунет. Я вам скажу, что по поводу Крыма. Независимо, где он был, что, чего. Возвращен, отдан был Крым Украинской, СССР в свое время. И Украина подняла Крым полностью, потому что все здесь, все с Украины, сюда пришли нормальные трудолюбивые люди. Из-за этого Иван является на данный момент, как говорится, индексированный Российской Федерации. Но я знаю, что он скоро вернется все равно в свое, туда, где он должен быть. Как квартиру дали, независимо от этого, какая она была, она должна возвратиться на свое место. И народ полностью здесь, очень многие люди верят в это. Процентов 75 минимум о том, что он возвратится в свое русло, в состав Украины. Благодарю вас за звонок. Напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему эфиру. Если вы нас слушаете на территории Крымского полуострова, звоните нам по номеру 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатные. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 2905. Напомню, что с нами на связи Яков Кротов, священник Харьковско-Полтавской епархии Украинской автокефальной обновленной церкви. Отец Яков, к вам такой вопрос. В каком положении сейчас находится Украинская православная церковь, Московского патриархата? Когда, с одной стороны, да, вот мы слышали комментарии о том, что и даже Крымская епархия остается в Украинском патриархате. Это с одной стороны. А с другой стороны мы видим, например, как священники Крымской епархии освящают российское оружие в Крыму. И определенную роль Московский патриархат сыграл в событиях весны 2014 года. Об этом, я думаю, мы успеем далее в эфире поговорить. Вы знаете, давайте чуть-чуть я сделаю шаг в сторону. Потому что, вот я знаю, что сейчас в Крыму прошли процесс перерегистрации общины греко-католической церкви. То есть, те приходы, которые существовали, они будут существовать, но они теперь действительно перерегистрировались под российское законодательство. Насколько я понимаю, то же самое будут вынуждены сделать и баптисты, и представители других конфессий, и иудеи, и, ну, я не знаю, насколько мусульмане будут входить в Дум, духовный правильный мусульман. Да, да, свидетели его запретили по всей России, значит, им и перерегистрация не поможет. Вот. Я это к чему говорю? Ну, я не знаю, ваш возраст, люди моего возраста, мы все родились в Советском Союзе и отлично знаем главную догму советского человека – с волками жить, поволчьи выть. Простейший пример Ватикан, например, сегодня в Китае, есть католическая церковь, которая отрицает главенство Папы Римского. И Ватикан формально это осуждает, разумеется, а неформально все равно из этой церкви берет людей в семинарии, рукополагает. Есть подпольная католическая церковь, но Ватикан ей не помогает, чтобы не дразнить коммунистов. И мне кажется, здесь нужно не столько, вот, как сказал слушательница, подумать о спасении своей души и вот шоры такие надеть, сколько, наоборот, расшириться и понять, что и сегодня в Украине большинство людей ведь не герои, большинство людей не идут на конфликт даже с начальником ЖЭКа. Вот. И не выходят на Майдан каждый день, чтобы наладить все. И я их не осуждаю, потому что не так выстраивается наша жизнь. Молитва, может быть, иногда может больше, чем Майдан. Вот. Но осуждая других за конформизм, за то, что идут на уступки пучинской власти. Да, благодарю вас. Украина многие годы была тоже в таком же положении. Ну, что делать. Благодарю вас за ваше мнение. У нас времени не так много осталось эфирного. А у нас еще звонки есть из Крыма. Напоминаю, что с нами на связи был отец Яков Кротов. Примем звонок от слушателя. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте. Это из Херсона вас беспокоит. Это я? Это вы в эфире говорите, да. У меня вопрос такой. Почему каждый раз, когда идет тема передачи Крыма в 60-х годах с Рущёвым, почему не говорится о том, что в том же самом постановлении были такие слова? Передать Крым Украине. И с целью, это вторым пунктом шло, с целью уравнивания территории, соответствующей территории, отсоединить от Украины и передать её России. Спасибо вам за ваш вопрос. Внимательно следите за нашими эфирами. Периодически мы эти темы в наших эфирах поднимаем. Еще один слушатель у нас. Говорите. Алло. Да, да. Алло. Вы в эфире говорите. Алло. Алло, добрый день вам. А крымчаки пусть не забывают, сколько затопили территории Украины, чернозема. 7 тысяч квадратных километров. Готовь, чтобы протянуть северо-крымский канал в Крым. Пусть помнят это. Спасибо. Все помнят, никто не забывает. Эту тему мы тоже периодически поднимаем в эфире. Но я напомню, что говорим мы о позиции московского патриархата относительно крымского вопроса. Я приветствую в нашем эфире журналистку из Керчи Елену Лысенко, которая была свидетелем событий весны 2014 года, того, что происходило в Керчи. Елена, здравствуйте. У нас буквально пару минут есть для разговора. Расскажите, пожалуйста, о том, какой вы видели роль московского патриархата в событиях весны 2014 года в Крыму. Ну, в частности, в Керчи, в Комсомольском парке, в церкви Андрея Первозванова был просто перевалочный пункт вот этих вот людей, которых называли казаками. Ну, на самом деле, я думаю, там были просто ряжены, ну, часть российских военных, часть каких-то людей из России завербованных. Их привозили через второмную переправу, автобусами много, и они там дислоцировались, располагались. Мы это все видели, снимали, даже задавали вопросы в епархию, звонили в Симферополь. Нам, конечно, эти вопросы никто ответов не давал. Потом эти людей там переодевали, казаков, так сказать, и рассаживали в военные машины, и в автобусы, и развозили по всему Крыму. И эти люди тоже принимали участие в захвате Крыма. И, в частности, я с такими ряжеными казаками столкнулась на паронной переправе, когда снимала там захват переправы, и они меня там толкали и выгоняли. То есть это люди использовались, церковь таким образом использовалась для того, чтобы вот эти вот ряженые люди справлялись с журналистами и мирным населением в Крыму, если бы вдруг мировое население там выражало какие-то протесты где-то. И реально вот военные машины, церковь, огромное количество людей, это все есть у меня фото, видеоматериалы. Я тогда была в шоке, что вот так вот используется церковь для захвата Крыма, потому что мы же понимали, что происходит на самом деле, что это идет захват Крыма российскими войсками. — Благодарю вас, Елена. Напомню, что с нами на связи была Елена Лысенко, журналист из Керчи. К сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Не успеем мы сейчас уже принять все звонки от наших радиослушателей. Звоните во время обсуждения других тем. Мы с удовольствием вас выслушаем и дадим слово в нашем эфире. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926, если вы звоните с территории Крымского полуострова 044 490 29 05, если вы звоните с территории материковой части Украины. Это радио Крымреалия. Сергей Макрушин у микрофона. Продолжим через несколько минут. Редактор субтитров А.Семкин